Здравствуйте! В эфире Город Эс и Сергей Кизоркин. Самарские дзюдоистки продолжают править балом на европейской спортивной арене. Накануне в Софии Болгария пять наших девушек боролись за континентальный кубок. На татами выходили Анастасия Павленко, Кристина Румянцева, Мария Персидская, Дарья Межецкая и Анастасия Конкина. В итоге золотой трофей у Марии Персидской, бронзовый у Кристины Румянцевой. Как проходил турнир и что собой представляет сегодня дзюдо, нам расскажут чемпионки России Мария Персидская, мастер спорта международного класса и Анастасия Конкина, мастер спорта. Здравствуйте! Здравствуйте, Сергей! Здравствуйте! Ну, первые впечатления от соревнований, какие у вас остались? Я начну. Я полна радости, счастлива. У меня был приличный промежуток времени, пока я не боролась. Последние соревнования были в ноябре. То есть январские праздники дали себе знать. И это был первый старт в этом году. Как бы все сложилось удачно, мы рады. Настя? Ну, у меня как бы впечатления не очень остались, потому что я выступала из-за болезни, мне не получилось залезть в тройку. Вот. И я проиграла, поэтому... А соревнования как-то отразились на вашем здоровье сейчас и в каком сейчас вы состоянии находится? Да, мне немножко дало осложнение то, что у меня начался гаморит из-за этого. Вот. И сейчас я... В данный момент я болею, но все равно пришла к вам. То есть ближайшие соревнования вы пропустите для себя? Наверное, да. Надеюсь, сборы... На сборы надеюсь поехать. Думаю, выздоровлю до него. Но к соревнованиям, наверное, не допустят еще. А, Маша, это ваш первый кубок Европы? Нет, я уже боролась на подобных кубках, открытых кубках Европы, на кубках мира. Давно не было такого результата. Ну, немножко о соревнованиях. Расскажите, кто были вашими соперницами? Известно ли были эти девушки? Да, все было известно. Перед стартом мы просматриваем своих соперниц. По жеребьевке мне выпало так, что поборолась я, грубо говоря, со своими старыми соперницами, которым я проигрывала по разочку. И получилось в этот раз взять реванш. Я напоминаю телезрителям, что мы работаем в прямом эфире. Вы можете звонить к нам в студию по телефону 202-11-22 и задавать самые интересные и интригующие вопросы нашим звездам дзюдо. Девушки, как вы готовились к этим соревнованиям? Была ли какая-то специальная программа подготовки? Да, мы с Настей были в Сочи на учебно-тренировочном сборе сборной России с 12 января. Готовились по определенному плану. То есть тренеры сборной составляют определенную программу, по которой мы готовимся, подводят нас к соревнованиям. То есть нас подготовили. А кто были ваши спарринг-партнерами? Кто вас, так скажем, подводил к главным соревнованиям начала года? Товарищи в весовой категории свои. У меня также с Самары несколько представительниц в моем весе в 48 килограмм. Кристина Румянцева, Настя Павленко. Настя тоже скажет про своих подружек. Ну вот я слышал иногда, парней выставляют в других единоборствах против девушек, чтобы они уже выступали на соревнованиях. А у нас тоже такое есть. Есть такое? Да, мы тоже боремся с мальчиками. Не часто, правда, если пары не хватает у девочек, то бывает, помогают мальчики. Но на этот раз была такая практика? Была. У меня не было. Может быть, поэтому и не выиграла. Я знаю, что, чтобы попасть на Олимпиаду, нужно не только выигрывать соревнования и быть в сборной России, но и набирать какие-то специальные баллы. Расскажите об этой системе. Да, нужно набирать баллы, выступая удачно с призовыми местами на таких вот Кубках мира, Гран-при, больших шлемах. К сожалению, эти соревнования не совсем такого высокого уровня, на котором можно было сорвать куш такой в баллах. Нужно выступать на больших шлемах, Гран-при. Надеемся, что нас поставят на такие турниры, и мы в следующей Олимпиаде уже постараемся набрать рейтинг. А вот рейтинги сейчас у вас какие? Вы попадаете вот в этот пул олимпийский? К сожалению, нет. Я тоже не попадаю. Ну, я только закончила молодежку, получается. Первый год во взрослый, вот как будет только. А чем отличие молодежки от взрослого дзюдо? Ну, молодежка считается до 23 лет, а взрослый уже с 23. И там до бесконечности. Борьба разная? Вот как вы по впечатлениям? Что можете сказать? Ну, да, это и опыт. Опыт, техника, физика та же самая, другая уже. Соединяюсь к словам, да, по женщинам борьба совсем другая. Больше приходится затрачивать сил, потому что все борются, большинство, за счет своей физической силы. Потому что у женщины она уже такая более серьезная, чем у девочек 20-летних или там помладше. То есть сейчас вам нужно налегать на физподготовку, я так понимаю? Да. Что для этого делается? Тренироваться, качаться, работать над собой. Ну, так же у нас на сборах есть специальные тренера по ОФП. И вот мы с ними подтягиваем нашу физическую подготовку. А вообще, с чего все начиналось? Как вы в дзюдо пришли? У меня очень элементарно все. Гуляли с папой по секциям. Я родилась в области, в Сергиевске. Выбор был не особо велик. И забрели на секцию сначала самбо. Но так как самбо не олимпийский вид спорта, продолжение, то есть продвижение не такое, как в дзюдо. Спустя три года перешла в дзюдо. То есть ты сама выбирала, что ты сразу хотела быть олимпийской чемпионкой? Ну, так сложилось, по другим обстоятельствам. А, Настя, а у вас какая история? Я занималась танцами, вот. И там была подружка моя, Лена Чернева, вот. Она бегала на тренировки по дзюдо. А до этого я уже начинала два раза тренироваться, как-то мне неудачно. Вот. И когда я узнала, я так загорелась. И все боялась сказать маме, что я хочу на дзюдо пойти. Потому что до этого она говорит, все, больше не будешь заниматься дзюдо. Я говорю, мам, нет, больше не буду. Вот. И продала кимоно мое. А потом я боялась сказать, что я хочу опять ходить на тренировки. Ну, вот, все-таки я решила сказать. И как-то у нас все так закрутилось, то, что я увидела, как у нас красивый тренер. Она была такая красивая, добренькая. И как-то вот закружилась, все так и осталось в спорте. Да, и потом кто тебе кимоно купил? Мама. Первое кимоно купила все равно мама. Вот я знаю, сейчас, кстати, на кимоно стали писать фамилии, с чем это связано. То есть раньше этого не было. Это большой спорт. Прокомментируйте, когда это началось и почему вдруг. Да, у нас есть нашивки с нашей фамилией и со страной. Господи, даже не знаю, почему стали писать. Как-то мы уже очень давно боремся. Сколько я помню, выступая уже на международной арене, фамилии присутствовали всегда. Раньше еще писали цифры. Цифры означали весовую категорию, страну и вот так далее. А сейчас просто пишут страну и фамилию. Кстати, вот обычно спортсмены иногда и необычно, и обычно переходят из категории в категорию. Вот вы в своих категориях рассчитываете оставаться? Или чтобы результат был получше, поменять весовую категорию, где спортсмены послабше? Какая ситуация? На что вы рассчитываете? Я в своей категории уже где-то шестой год. Но я все боялась переходить в эту категорию. Плакала, не хотела. Но как в силу природных данных я перешла в 57. И вот уже что я год выступаю, считаю, что это моя категория и ни выше, ни ниже. А конкуренция? Высокая. 57 высокая конкуренция. Ну, в принципе, во всех категориях высокая, ничего не могу сказать. А конкуренции где больше? На мировой арене или в России? Ну, как-то, не знаю, может быть, я так замечаю, но мне кажется, все время в моей категории очень много народу. Может быть, то, что я борюсь в этой категории, мне кажется так, ну, не знаю. То есть и на национальном чемпионате большая конкуренция, и на мировой арене? Маша, с вами какая ситуация? Со мной практически все так же. В своей весовой категории 48 килограмм я уже борюсь примерно 10 лет с 2006 года. Наверное, я тогда перестала расти, и все. Мой рост прекратился. И как бы менять тоже не планирую, потому что уже не вырасту. Ну, и насчет конкуренции также могу сказать. В России очень высокая конкуренция именно в моем весе. Благодаря этому, наверное, мы довольно-таки удачно выступаем и на международной арене, так как внутри страны мы настолько рубимся друг с другом, что уже как бы готовы выходим на международный старт. У нас можно сказать, что в Самаре 48-57 это самые сильнейшие в стране весовые категории. Да. Потому что у нас в 48, Наташа Кондратьева ездит на липи с игры, 57 и разоблудены. Ну, вот если говорить о соперниках на международной арене, дзюдо – это у нас японская борьба, правильно? Да. Кто сейчас вот нам соперники? Как в одном известном фильме «Легенда 17» сказали про сборную СССР тогда, и шведы вам уже не соперники. У нас есть конкуренты, с которыми еще стоит побороться? Наверное, я скажу так. Раньше, где-то лет пять назад, японцы были, как бы сказать, несвергаемые такие соперники, лидеры мирового дзюдо. А сейчас, я думаю уже, что все страны готовятся именно, то есть более усиленно готовятся к японцам, и уже и пошек бросают на лопатки, и не такие они уже и лидеры. В принципе, в Европе очень сильная школа дзюдо. То есть на Олимпиадах были не… Ну, были, конечно, японцы олимпийскими чемпионами, но уже и европейцы дышат им спинами. Я думаю, уже следующая Олимпиада покажет другие результаты. Ну, вот если три страны выделить, с которыми мы постоянно конкурируем на различных международных соревнованиях, это какие страны? Ну, в ваших категориях, давайте так. Наверное, Япония, я бы добавила еще туда Корею. Франция, наверное. Да, да. В прошлом году была Золотая Лига проходила, да? По-моему, там француженки хорошо очень выступили, да, если не ошибаюсь? А подождите, нет, выиграл же Голдосарай. Ну, француженки выступали хорошо. Хорошо, я про то, что вы выступали хорошо. Ну, а для наших телезрителей, напоминаю, телефон прямого эфира 202-1122. Звоните и задавайте свои вопросы. Ну, и перейдем, раз уж мы коснулись темы, что наша спортивная школа именно в ваших весовых категориях одна из сильнейших в стране. Расскажите, где вы тренируетесь, кто ваш тренер? Начнешь, Настя? Ну, сейчас мы тренируемся в Динамо. Мой тренер Сараев Ивана Александровна тренирует меня в Самаре, а также у меня есть все. Мой тренер это в Санкт-Петербурге Михаил Анатольевич Рахлин и Новиков Дмитрий Леонидович. Вот. Ну, как бы с Анной Александровной я с детства, и как бы не планирую никуда от нее уходить. Мне нравится, как она тренирует. Я верю, что с ее подготовкой действительно можно дойти до Олимпийских игр. Не просто дойти, а взять медаль. А Михаил Анатольевич и Дмитрий Леонидович нам это поможет. То есть вы дистанционно, они вам помогают, или вы ездите туда на тренировки еще? Бывает такое, что Анна Александровна не может поехать на соревнования в силу финансовых возможностей или из-за детей по семейным обстоятельствам. Вот. И тогда ездит Михаил Анатольевич со мной на соревнования. Он тоже меня поддерживает. Он знает и мою технику, и мои эмоциональные состояния, и помогает мне. А вот разница поддержки есть? На самом деле, хоть с Михаилом Анатольевичем недавно, но они очень похожи. Вот у них как бы один метод тренировок, и поэтому мне легко было с Михаилом Анатольевичем и с Анной Александровной. Маша? Ну, у меня также, вот когда уже в большом спорте, то есть, не то, что не хватает одного тренера, но уже набираешь такой костяк из группы тренеров, которые с тобой работают. У меня также Парсаев Геннадий Анатольевич, кто со мной непосредственно работает в Самаре, Илья Викторович Паршиков. Я представляю общество, то есть, я борюсь за армию ЦСКА. Новиков Дмитрий Леонидович и из Москвы Паршин Юрий Анатольевич. Последние два более, больше по линии ЦСКА, как бы со мной работают, ездили мы на военные игры. А военные игры, это что такое уже интересно? Тоже дзюдо? Это да, это военные игры. Проходили сейчас вот в октябре в Корее. Как бы, знаете, такие небольшие олимпийские игры среди военных. Проходили раз в четыре года. Ну, а поподробнее тогда. Действительно не знал, что существуют такие соревнования. Не люблю хвалиться, но выиграла вот я в октябре. И надеюсь, только рост армейский у меня только начинается, и все впереди. А вот спортсмены-армейцы из других стран, они также участвуют и в обычных соревнованиях для гражданских, если можно так сказать. Пересекаются вот спортсмены? Да. То есть вы, допустим, соревнуетесь на чемпионатах Европы, мира, и те же спортсмены, например, приезжают на армейские игры? Да, вот я первый раз выступала на таких соревнованиях среди военных в Корее. И столкнулась там с олимпийской чемпионкой Лондоном, Сарой Менези, с бразильянкой. И, наверное, я была под таким ажиотажем, эмоционально настроена как-то. В общем, наверное, ничего не боялась, и я каким-то чудом ее выиграла. У нас есть звонок в студию, вас слушаем, ваш вопрос. А, ну, здравствуйте. 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 Который будет до сих пор тренировых статей непосредственно. Вот. Ну, в девушке так вот. Когда будут соревнования в Самаре, будут проходить в современном? Еще раз, пожалуйста, задайте вопрос. Вас, Супер Лой, не очень хорошо слышно. Время нет. Девушки, мы не услышали молодого человека. Ну, по-моему, он что-то спрашивал про соревнования в Самаре. В Самаре, да? Соревнования по дзюдо. Да. Честно говоря, не имеем такой информации. Соревнования вот проводят по дзюдо, но больше по младшим возрастам. Вот в том месяце вроде было бы... Ну, вообще, практика соревнований в Самарской области, Город Самар, какая? Вот в свое время, когда вы выступали за молодежи в подростковом возрасте, как часто вам приходилось соревноваться? Мне кажется, раньше не особо много соревнований проводили по дзюдо, но после Олимпиады, как у нас Тагир Хайбулай стал олимпийским чемпионом, как-то больше Самар стала привлекать проведение соревнований. То есть, такого уровня, как... Золотая лига, да, проводилась? Золотая лига проводилась. В прошлом году, да, золотая лига. Кубки губернатора систематически теперь проводятся. По-моему, в Приволжске федеральный округ проводил соревнования. То есть, у нас есть им Тейл-арена, в котором теперь проводят соревнования по дзюдо. Ну, там, если проводят, то хорошо проводят, на самом деле. Да, на таком высоком уровне, как бы, спортсмены довольны. Рассказывают друг другу. Ну, вообще, перспектива профессиональных дзюдоистов, она какая? Вы молодцы, вы чемпионки. Что вы за это получаете? Что... Потому что, ну, молодежь сегодня у нас практичная, да, и просто так бороться им, наверное, неинтересно. Какие бонусы вы получаете за свои медали? Нет, ну, когда ты маленький, ты, наоборот, только все вкладываешь в спорт. Там, родители помогают. Ты как... Я вот, когда была маленькая, мой тренер говорит, она потом будет зарабатывать спортом. Мы все как-то не верили, а сейчас действительно это так. И нормально зарабатываем, и хватает на все. Ну, вот я недавно узнал, что будут заключать со спортсменами, которые попадают в сборную, в сборную область, если я не ошибаюсь, контракты с хорошими зарплатами. Вы что-то слышали на эту тему? Что-то такого не было пока. Не слышали. Какие-то выплаты уже, конечно, производятся. Я думаю, мы об этом не должны много рассказывать. Наверняка премии губернатора, по-моему, я знаю, да? Ну, губернаторские, да, премии ежемесячно выплачиваются. То есть федерация Самарской области помогает нам материально. Ну, то есть все в наших руках. Борис, не хочу показывать результаты, будут за это награждать. А вот если за победу и призовые места на Олимпиаде выплачиваются тоже определенные премии, то за победы на чемпионатах России, на других международных соревнованиях, гран-при, какие-то бонусы у вас идут денежные? Нет, только, допустим, если за чемпионат России. И почему-то вот за международные соревнования нет никаких выплат. Ну да, как-то у нас это не особо развито. Но я думаю, все... А вот параллельно со спортивной карьерой, тренерской вы не занимаетесь? Жизнь трудна? Ну, с нашим графиком это невозможно. Мы просто не можем, не успеваем. А вот поподробнее о распорядке дня спортсменов высокого класса в дзюдо. Как у вас он расписан? Я стою в 5.40, к 8.00, потому что я живу, как бы, получается, за городом, ну, не совсем, рядышком. Вот. Тренировки у меня в городе, и с пробками добираться очень долго. Вот. В 5.40 я встаю, к 8.00 на тренировку, до 10.00 мне на тренировку, потом либо институт, либо какие-то дела накапливаются, пока у меня нет. Вот. И к 3.00 часам я на тренировке, и часов до 6.00, до 7.00, даже до 7.00 у меня бывают тренировки. Вот. И сегодня после тренировки на эфир к нам сразу. Я просто приползаю домой, и все. Это весь распорядок дня. Вот так. Мария, а у вас как-то по-другому? Все так же. Ну, хотелось бы добавить, что, так как мы очень много времени, 300 дней в году проводим на сборе со сборной России, у нас 300 дней в году сбора. Распорядок там примерно такой же, но на сборе облегчается тем, что нет затрат времени на то, чтобы добраться до тренировки. У нас там все в одном месте. То есть встали на зарядку, покушали на тренировку, поели, поспали, опять потренировались. А в городе, когда приезжаешь домой на несколько дней, вот затрачивается время еще на то, чтобы добраться на тренировку. Приходится вставать раньше, да. И какие-то дела делать, которые копятся за то время, пока мы в Адлере у нас проходим сбор обычно. На личную жизнь это время остается? Остается. Чем вы увлекаетесь, кроме дзюдо? Да некогда больше чем-то увлечься. Ну, пять минут-то всегда есть. Нет, ну, на самом деле на сборе у нас девчонки, рукодельницы у нас, кто вяжет, кто крестиками шивает, кто бисером, кто рисует, кто что. Да, кстати, я недавно стала вышивать бисером. И рисовать. Ой, расскажите. Очень интересные у меня первые работы какие-то есть? Есть. Что? Ну, первая у меня такая небольшая иконка вышилась. Вот взяла вторую картину побольше размером. Как-то она у меня пока не особо идет. То есть первая работа была такая, ах, хочется закончить, а сейчас что-то уже так. Ленись иногда. Икона, образ какой? Ой, не помню, по своему имени не нашла. Выбор был небольшой, в Адлере покупала на сборе. Ну, взяла так, чтобы хоть что-то делать. А сейчас вторую картину, пытаясь вышить силуэт женский, мужской, но что-то его нету, да, вдохновение. Видимо, закончилось на первой. Настя, а вы сказали, что вы рисуете. Не, не знаю, что я рисую, раскрашиваю. У меня есть раскраска для взрослых. Раскрашиваю. Получается? Нервы успокаиваю, да. Антистресс? Да, раскраска. Там такие мелкие-мелкие прям. Интересно. Ну вот уже наш телезритель задавал вопрос по поводу самарских соревнований. Ваш график на сезон, на этот год, что вам предстоит пройти? Сейчас нам вот никогда не дают таких, так сказать... Мы заранее ничего не знаем. Довольно-таки мы не знаем, что у нас будет в феврале в конце. То есть сейчас мы поедем 6 февраля на сбор, с Настей отправляемся в Сочи, в Адлер. А вот уже после сбора что будет? Мы должны иметь все с собой, на всякий случай. И кимоно соревновательное, потому что вдруг нас отправят. Скажут все на месте. А от чего это зависит? Попадание на соревнования. То есть вот вы в сборной России, да? Да. То есть там определенная тоже конкуренция? Чтобы попасть на соревнования, какие условия нужно тогда выполнить? Да ничего не надо выполнить. Просто есть вот тренер сборной, главный менеджер Эцио Гамбо, итальянец, работает с нашей сборной. Мне кажется, он смотрит, так как нас очень много, конкуренция большая. Видимо, он где-то подглянет, кто в лучшей форме, кто чуть меньше, у кого форма лучше. Так и поставят. Честно говоря, для меня до сих пор загадка, по какому принципу, у кого куда ставят. Но ему виднее, он опытный человек. А вот влияет результат на соревнованиях, какой показываете или нет? Думаю, да. Хотя не всегда тоже. Пример. Из жизни. Мне кажется, все-таки влияет. Мы же ли что тренируемся для соревнований, чтобы выступать? Нет. Я к тому, что вот иногда бывает так, что человек проиграл, да? Его опять повезут в следующий раз. А какой-то человек, допустим, отборолся, где-то зацепился, выиграл. Но не факт, что его отправят на следующее соревнование. Может быть, совсем другого человека поставят. Вот поэтому мне неизвестно. Тут же, знаете, не то, что как бы результат, а еще важно, как ты борешься. Твое желание. Это тоже очень играет роль, решающую, мне кажется, даже. Желание, да, и форма, наверное. То есть не всегда решает в поединке мастерство и класс? Результат не всегда решает, так, наверное, сказать. На результат влияет еще и мотивация, да? Да. Я правильно понял? Да. А вот у вас есть специальный человек в команде, который как раз и отвечает? За мотивацию? За мотивацию. Ну, такого нет. Ты психолог, да, вы имеете в виду? Ну, психолог, я не знаю, может быть, экстрасенс, еще кто-то, который вас мотивирует на победу. На самом деле, мы много раз задавали вопрос, почему у нас нет психолога. Мне кажется, он нам нужен в команде. Не знаю, раньше был психолог в сборной России? Ну, каких-то определенных работ и уроков с нами не проводили. Нам раздавали элементарно тест Люше, рассмотрели на наше состояние моральное, в каком мы находимся, положении на данный момент. А так, чтобы нам как-то учить нас, не знаю, сдерживать себя или настраиваться, или как-то не нервничать, такой не было практики. Но я тоже считаю, что она нам нужна, потому что специалист, может быть, помогает чаще всего. Вы сказали, что 300 дней в году вы на сборах. Все-таки связь с родственниками, с родителями как происходит? Дистанционно. Ну, если раньше рассказывали спортсмены, особенно, опять же, возвращаясь к хоккейной сборной, позвонить только с разрешения тренера, куда-то в отпуск на выходные, опять же, только с разрешения тренера. То есть сейчас ситуация в сборных какая, вот в сборной по дзюдо? Ну, нет, все попроще. Звони, когда хочешь, в любое время суток, дневного времени, конечно, лучше всего. Запретов никаких нет. То есть, когда мы приезжаем домой на 3-4 дня, я думаю, у нас есть возможность, не знаю, время, да, пообщаться. Ну, мы, наверное, на это и тратим эти дни, на решение каких-то дел и встречи с близкими родственниками. Ну, вы сказали, вы еще учитесь. Как вот удается совместить, опять же, тренировки, соревнования, сборы и учебу? Как преподаватели, вот, Настя, относятся к тому? Или знают, что вы звезда дзюдо и поблажки вам какие-то делают? Нет, тяжело относятся, на самом деле. Кто-то идет навстречу, кто-то нет, кто-то не понимает этого. Кто-то говорит, как ты будешь потом, кто-то денешься в жизни. Есть разные. Ну, мне очень повезло с одним человеком, он мне очень помогает листуть, это Трофим Владимир Николаевич. Спасибо ему. Благодаря ему держусь, можно сказать. А ваша будущая профессия какая? Я учусь в политехническом институте на вкупе автоматики информационных технологий. Вот. Специальность у меня автоматизация технических процессов. Все очень тяжело. Для спортивного журналиста поясните, пожалуйста, что это за профессия, чем вы будете заниматься в жизни, когда закончите спортивную карьеру. Автоматизация технических процессов. То есть на завод пойдете работать? Да я на самом деле не знаю, я вот вроде бы учусь, а вот я раньше говорила, что я никогда не хочу быть тренером, а сейчас я понимаю, что я хочу тренировать, вот как бы не то, что сборная России, а самарскую область хочу. Вот детей никак бы не хочу, потому что мне кажется, это очень тяжело детей тренировать. А вот то, что, ну, сборную России, о, не сборную России, а самарскую область сборную, я бы хотела тренировать. Это интересно, это выезжать на соревнования, все равно планировать планы, мне это нравится. Маша, а ваши какие мечты? Мои мечты? Я тоже раньше думала, что не буду работать тренером, поэтому тоже поступала в свое время в плановый университет, я его закончила в том году. Сейчас, в принципе, когда живешь этим, только спортом, кажется, что сидеть с бумажками, то есть у меня специальность там государственное муниципальное управление. В принципе, когда я училась, мне это все нравилось тоже, это работа с персоналом, больше, конечно, такая не с автоматизацией, что-то там с подсчетами, а больше, не знаю, общение с людьми, так сказать. В принципе, я себя и в этой сфере думаю, что найду, но ближе, конечно, у меня сфера спорта. Неплохо было бы работать в сфере управления в области спорта. Ну, что, возглавить федерацию дзюдо-самарской области? Да, или департамент Министерства спорта Самарской области. Ну, не знаю, все как получится и сложится. Что вы можете пожелать девчонкам, которые сегодня нас смотрят и загорелись быть дзюдоистками? Что же все-таки необходимо в вашем виде спорта, чтобы добиваться результатов? Что-то такое небанальное. Понятно, что нужно много тренироваться. Характер желания, наверное. Мне кажется, вот это самые ключевые. Терпение, умение перебороть себя в какой-то сложной ситуации. Ну, и также важна поддержка родителей, близких родственников, потому что бывают такие трудные моменты, когда хочется все бросить от усталости, от боли, от травм. Но вроде родители, если скажут, ну, ты столько уже вложила, неужели ты опустишь руки? Конечно, задумываешься и даешь ответ, что ничего я не брошу. Ну, и человек должен сам знать, чего он конкретно хочет. Иметь определенные цели и мечту, к которой нужно стремиться и верить мне. На эту Олимпиаду, как я понял, мы не попадаем с вами. Следующие Олимпиады все сделаете для победы? Да. Постараемся. Так что для этого вам нужно будет сделать в ближайшие 4 года, как вы считаете? Посвятить себя спорту. Те же тренировки, сборы, соревнования. Маша? Да, выложиться на все 100%. Отложить что-то, что, наверное, помешало к этой Олимпиаде подготовиться и попасть на нее. Отложить это в дальний ящик и отдать себе полностью дзюдо. Спасибо большое, что пришли в гости. Это была программа «Город С». И сегодня вы узнали почти все о женском дзюдо. До встречи и всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»